Мы живём в крае с очень богатой историей, которая уходит своими корнями вглубь веков. Конечно, для того, чтобы хорошо знать то, что было в прошлом, очень большое значение для всех имеет работа Славянского историко-краеведческого музея. В нём сейчас идёт серьёзное техническое обновление. Что же там изменилось к лучшему, узнали наши корреспонденты. В летнее время в Славянской картинной галерее частыми гостями являются школьники. Ребята из лагерей дневного пребывания приходят сюда, чтобы приобщиться к прекрасному и узнать что-то новое. В настоящее время здесь проходит выставка работ местных юных художников, которая никого не оставляет равнодушным. Также очень интересно услышать рассказ обо всём, что связано с русской матрёшкой. Детвора окружает мультимедийный сенсорный стол, с помощью которого можно получить информацию об известных славянских художниках. Мы сегодня побывали на матрёшкиных посиделках. Нам там рассказывали о русской культуре, показывали матрёшки. Мне очень понравилось. Я также посмотрел картины творчества детей. В этой галерее появился мультимедийный стол. Мы можем познакомиться с творчеством кубанских художников, просто нажав на экран. Мы можем там всё прочитать и узнать подробнее. Мы сегодня побывали на мероприятии матрёшкиной посиделки. Нам рассказали, как делается матрёшка. Мы посмотрели работы юных славянских художников. Мне было очень интересно смотреть на красивые работы. В рамках государственной программы нацпроекта «Культура» в Славянском историко-кровеческом музее появились интерактивные панели и столы, а также книга «Всё с программным обеспечением». И ещё экскурсионный комплект аудиогидов, ноутбуки. Это всё поможет улучшить работу с посетителями музея, украсить её, к примеру, просмотром коллекций лучших музеев страны. Для музея это серьёзные основательные перемены, к которым мы готовились уже давно, формировали материал для наполнения данного оборудования. Интересно, что материал в оборудовании распределён тематически согласно тематике каждого отдела нашего музея. В картинной галерее, например, вы можете более подробно познакомиться с биографиями наших художников, посмотреть их картины, которые в данный момент не выставляются в картинной галерее. Понятно, что фонды музея обширные, и экспозиционных площадей зачастую не хватает для того, чтобы всё показать, всё, что хотелось бы. Поэтому данное оборудование очень нам в этом помогает. Не только наполнение, которое мы подготовили и загрузили непосредственно в виде изображений, текстов различных, интерактивных разных моментов, которые очень пригождаются нам уже сейчас при проведении мероприятий, делают удобнее проведение их, но также и позволяют выходить в интернет непосредственно сразу на сайт, например, госкаталога или музейный сайт. Новое оборудование позволит демонстрировать тематические видеоматериалы, подготовленные сотрудниками музея, что особенно важно для мероприятий с большими детскими группами и с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Современная техника поможет обогатить проводимые здесь экскурсии новым содержанием, и это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».